Вот Леонардо Ди Каприо, когда я увидел рядом, да, я увидел, что он абсолютно ничем не отличается от меня. Прилетели сюда, чтобы научиться делать контент. Весь мир из-за этой бумаги просыпается и что-то делает. Единственная задача того, что здесь происходит, чтобы было очень весело. Сейчас приедет фура денег, там будет 200 миллионов долларов. С днём рождения! Сергей Сергеевич, спасибо вам большое, что купили мою жопу сегодня. Это миллиарды просмотров, миллиарды. Такого просто не было нигде, никогда вообще. In God We Trust Guys. Ребята, всем привет! Сегодня первый день нашего Риос Кэмпа. Здесь сейчас собралось 100 человек из разных стран, из разных городов. Все прилетели к нам, заплатили по полтора миллиона рублей, что очень приятно, спасибо вам большое. Чтобы научиться делать контент геральный, популярный, который дает деньги, дает клиентов и так далее. Сейчас приедет фура денег, там будет 200 миллионов долларов. Это напечатанный денег, как вы понимаете. Было дерево вначале, это дерево спилили, из него сделали бумагу. Потом на эту бумагу нанесли вот этот вот, принт какой-то. Просто там нанесла типография, а здесь вот компания американская. Называется Федеральная резервная система. Я не знаю, почему-то люди решили, что этот принт чем-то лучше, чем наш принт. Я считаю, что наш принт ничем не уступает. И здесь есть сейчас 5 тысяч долларов. И эти 5 тысяч долларов я хочу спрятать внутрь тех денег, и люди будут их искать. Кто нашел, тот забрал себе. А еще, кто найдет больше всех, мы сделаем коллаборейшн пост со мной. Мы на этих деньгах сейчас напишем thank you. Единственная задача того, что здесь происходит, это чтобы было очень весело. Рядом с вами невероятные люди. Все супер красивые, супер успешные. Мы в лучшем месте в мире вообще, да? Офигенное море, классное солнце. У нас есть огромное количество операторов. Если вы представите себе, как бы могла выглядеть идеально ваша жизнь, то вот это прямо сейчас и происходит. Это уже случилось. Все, этого уже достаточно. Самое интересное, это не думать о жизни, а жить жизнь. Это и есть самое интересное. И поэтому прямо сейчас мы, особо без теории какой-то, мы начнем с действия. Нам приезжает сейчас 200 миллионов долларов кэша. Кто-то видел в жизни 200 миллионов долларов? Вот Наташа только видела, классно. Весь мир из-за этой бумаги просыпается и что-то делает. И вы должны просто понять, что те 200 миллионов долларов ровно такие же настоящие, как и эти 5000. Просто эти люди договорились принимать в магазине. Отнеситесь к этому так, что это и есть реальная жизнь, и она настоящая. Отнеситесь к этому так. Давайте в это поиграем эти три дня. И вы увидите, что начнет происходить. И вот в этой игре сейчас приезжает 200 миллионов долларов. Собирайте, укладывайте в чемодан, разбрасывайте, играйте с ними, что угодно. Это все невероятный контент, к которому притягивается невероятное внимание огромного количества людей. Просто сейчас сделайте это, хорошо? Кто готов это сделать? Да, грузовик конкретно лакшери. Это реально сицилийская мафия. Это невозможно найти, я не знаю, как они это будут делать. Это реально сицилий, ребята. И мы начнем! Это невозможно сейчас установить, что бы мы ни сказали, мы их не остановим. Это невозможно. Я просто помню первый раз себя. Это как состояние аффекта такого. То есть ты слышишь вроде, но все равно ты видишь деньги, ты их бросаешь. Я, конечно, ожидал, что будет, ну, жестко, но что будет такое, смотри, что они делают. У нас будет три дня, мы можем что угодно делать. Очень много денег, и я сюда приехала для того, чтобы помочь своему парню раскрутиться и зарабатывать больше, потому что мне нужны карте, мне нужны роликсы, мне нужен биркин. У меня этого контента захирают, я иду и в чемодан все это собираю. Я начинаю собирать, люди почему-то ко мне подходят, со мной собирают. Я говорю, не собирайте со мной, собирайте сами. Федя снимал сам, ему не надо был я для 75 миллионов просмотров. Я здесь очутился волшебным образом. До сих пор не верю, что я здесь. Мои намерения стать богатым, они исполняются прямо сейчас. Это так классно, это так много денег. Это вообще мечта каждого человека. Я благодарю бога, что я здесь. Где деньги, Липовский? Вау, да, это мой почерк. Красава! Красава! Первый человек из двух миллионов бумажек найти мою сэнкию. Получает коллаборейшн-пот! Моя задача сделать так, чтобы люди поняли, да? В любой момент в жизни есть то, что есть у тебя сейчас. И вот это нужно использовать. Не думать, я типа сделаю как-то, когда будет возможность. У тебя прям перед тобой огромная возможность. Возьми, блять, ее используй. То есть кто-то смотрит на это и видит здесь какую-то бумажку, да, там, напечатанную. А я вижу штуку, которая реально может сделать меня популярным на весь мир. Да, я ее по-своему использую. Просто я смотрю на нее по-другому. Она сама по себе нейтральна. Кто-то смотрит, кто что видит. Кто-то видит, что-то за что можно купить, там, сумку, да? Я так не смотрю на это. Я смотрю как на популярность. Вот вас, того, кто зарабатывает 100 миллионов рублей в месяц и вас, того, кто зарабатывает 500 тысяч рублей в месяц, физически ничего не отличает. Тогда вопрос. Что отличает вот этих двух людей, которые зарабатывают 100 миллионов и 100 тысяч рублей? Состояние, вера и выбор. Мышление, да, супер. Это все вот так и есть. То есть, смотрите, то, как вы говорите, это то, во что вы верите. Так оно и есть у вас. И у каждого оно свое. Вот я, например, верю в то, что меняется просто мое восприятие самого себя. То есть, я сам себя так воспринимаю. У меня есть аффирмация. Я ее записал текстом. Я записал, кто я такой. Ваша история, которую вы о себе придумали, которую вы себе записали, с вами и работает. Просто мне это очень нравится. Мне нравится делиться своими мыслями и вдохновлять людей на то, чтобы становиться лучшей версией себя. Расширяться, делать классные вещи, помогать людям и быть счастливыми. И тогда все вокруг счастливы, я тоже счастлив. И все это разрастается, и весь мир становится счастливым. Это же офигенно. Что еще надо? Да, меня тоже шатает. Мне тоже бывает, я разочаровываюсь во всем, что происходит. Мне кажется, что это очень медленно или не туда, или еще что-то. Это постоянно происходит. Что мне помогает? У меня есть вот эта заметка большая, в которой записано полностью, кто я есть уже сейчас. И это обязательно надо сделать каждому из вас. Это обязательно. Я закину ее в чат. То есть вот это вот надо записать. Это первое, самое важное. Записать. Я записал голосом, своим голосом. Просто прочитал это. И каждое утро и вечер я слушаю это. Это всего три минуты у меня, там, две минуты сорок секунд. Две минуты сорок секунд, когда я становлюсь этим каждый день заново, заново, заново. Потому что до этого очень много лет я становился чем-то другим. Я становился с утра своими проблемами, какими-то нерешенными задачами, какими-то ожиданиями. Я вот этим становился каждый день. Оно у меня, оно приходило, приходило. Я становился этим. И вот оно, то есть оно куда-то тебя шатает, колбасит. Ну вот это состояние, оно стало настолько привычным, что как бы я стал ассоциировать это сам с собой. Мне начало казаться, что состояние, вот у меня было там 7 лет, у меня были долги. Я жил в том, что я человек, который должен. И я думал, что это абсолютно нормально. Что все люди должны другим, на самом деле. Они просто не признаются. Вот Леонардо Ди Каприо, когда я увидел рядом, да, я увидел, что он абсолютно ничем не отличается от меня. От него даже, у него возраст больше, ему жить осталось меньше. Он этим отличается, да. То есть реально, то есть вообще ничем. То есть единственное, чем он отличается, это тем, что он этот навык съемки в кино отработал очень много часов. Я такой думал, блин, а если я просто много часов буду отрабатывать навык, что у меня уже все есть. То есть это абсолютно то же самое. То есть он просто в это поверил настолько, что оно стало таким. Он абсолютно такой же человек. И поэтому получается, что если они все абсолютно такие же люди, то я могу загадать абсолютно все, что захочу. Я, например, ваш инструмент сейчас по тому, как сделать вот этот огромный левел-ап. Джафар ваш инструмент по тому, как получить навык парился, как его снять так, чтобы он зашел на очень много просмотров. И это даст вам огромные невероятные возможности. Но кроме этого еще медитация, аффирмации, проговаривание, вера. Вот это и есть ключевое. Если бы вас было не остановить, вы бы видели со стороны. Все, что я бы не говорил, оно просто не работало. То есть я подходил к человеку, и я ему говорю, подожди, не бросай деньги, не бросай. И он просто вот смотрит на меня и бросает их. Это не остановить. Мы это сделали только для одной цели. Чтобы вы почувствовали состояние, вспомнили состояние в своей жизни, когда вы настолько увлечены процессом, что вам абсолютно все равно на все. В вашей жизни не существует проблем. В ней не существует каких-то там чего-то в прошлом. В ней не существует... То есть этого всего в вашей жизни не существует. Так живут дети. Просто в какой-то момент дети идут на работу зарабатывать деньги. Им начинают рассказывать, что там все по-другому устроено. Но детей не наебежь. Они конкретно делают то, что нравится. И вот если вы в своей жизни будете делать только то, что вам нравится, и делать это в том состоянии, как мы сегодня раскидывали деньги, вот тогда вас будет не остановить. Вот такой вот план. Не было ни концепции. Я не понимал, что снимать. И поэтому с нуля абсолютно я разбирался вместе с Джафаром. Джафар еще разбирался с 10, с 20, с 50 другими людьми. И это какая-то мистика, но у всех работает, короче. Поэтому Джафар уникальный человек, реально. Вот просто послушайте, и все, что есть, проецируете на себя. И оно будет у вас очень хорошо работать. Все. Джафар, спасибо. У меня за жизнь нет ни одного кейса, у кого не получилось. У меня 100 человек, с кем я работал, и 100 из 100 выстрелили. Ролики, которые зашли на тысячу просмотров от роликов, которые зашли на десятки миллионов просмотров, отличает просто правильный формат контента и правильная идея, которая именно в данный месяц, в данную секунду работает. Для чего мы тратим миллионы часов на создание контента? Для того, чтобы через контент рассказать людям о себе. Это происходит во всех социальных сетях. В YouTube, в TikTok, в Instagram, в Snapchat, в Virgin. Я сейчас еще могу азиатские назвать приложения, куда мы укладываем контент. Мы это делаем для того, чтобы людям в моменте мы могли просто рассказать то, чем мы занимаемся. И просто, чтобы люди могли с нами повзаимодействовать. И сейчас я вам расскажу, как делать так, чтобы получалось всегда. Я просто взял одну идею, которая уже зашла у кого-то, чуть-чуть ее видоизменил, усилил, и это получилось 12 миллионов просмотров. Почему? Потому что, смотрите, вы должны один важный момент понять, что здесь в зале, ну, вряд ли сидит, как, ну, каждый, Даня Козловский, или, там, Прилучно, да, или еще какие-то разные ребята. Я знал ребят два часа. Ну, как бы, если бы я с ними в час бы, там, сидел бы, там, разбирал, там, еще какие-то вещи давал, я бы, невозможно вытащить людей, которые никогда до этого не снимали. Это то же самое, что невозможно взять в команду ребят, поиграть в футбол, которые даже мяч не раздвинили, но это Unreal. И лучшее, что они могут сделать, это не усложнять, потому что у меня уже два дня, у меня ограничено время. Мне нужно сегодня снять, как-то быстро смонтировать, да, еще и публиковать. Это просто показать им референс, сказать, ребят, вот, сделайте так же, и будет работать вот так вот, как бы, без наслаждений, просто усильте. И самое интересное, что ребята это сделали, и получилась вот цифра 12 миллионов просмотров. Нужно понять, что если мы все с вами идем, ну, на балет, да, суммарно, или, там, на танцы, что-то, на что угодно, мы все равно начнем учиться так, как учатся все. Этого не избежать, невозможно сказать, ну, вот, ты танцуй так, а ты так, а ты так, а ты так, потому что не будет получаться у никого, должна быть какая-то база. Но при этом, кстати, очень интересный факт, вот люди в балете или в футболе готовы делать, как все, а в лесах такие, блядь, хочу уникальный контент. Ебать, хуя ли? Хочется спросить, вот, ну, серьезно, типа. Научись сначала сделать так, как делают все, а потом, когда накачаешь свою насмотренность и прокачку, когда ты будешь понимать, что ты, условно, не вот так вот смотришь в камеру, а с улыбочкой, тебе там люди комменты оставляют, да, ты начнешь расти, типа. Вот тогда я понял, что этот навык можно применять, ну, реально, во всей своей жизни. Вот первое, самое главное правило, если вы никогда в жизни до этого не снимали рилсы на миллионы просмотров, то первое, чему я вас буду учить, это переснимать ролики других людей, у кого эти видео набрали нужные вам просмотры. Это первое. Надо понять такую простую вещь, что Инстаграм, он же не действительно такой думает, так, этому дам просмотры, вот, типа, первым 100 дам, а другим, а 101 не дам. Вот, такого же там нету, просто есть определенный рабочий формат, который сегодня работает у всех. Да, этот рилс, если вы будете снимать его через неделю, он, может, уже ни хера не наберет, потому что его вся Россия посмотрела. Но вот в данные, там, 3-4 дня, если вы его будете снимать, то он наберет у всех абсолютно. Да, даже у парня, я уверен, если парни готовы на такой рилс, то они тоже, как бы, могут его снять. Можно за короткий промежуток времени, просто взяв уже готовую стратегию какого-то человека, кто уже снял, да, что-то, поверьте, он тоже снимает. Если вы думаете, что мы снимаем какие-то индивидуальные контенты, зайдите на аккаунт JShT, и посмотрите, что он там снимает. Просто многие русские блогеры, я вам тоже секрет такой открою, они заходят на американские аккаунты, берут у них и денег, просто потому что они английский знают, и тотально все на русский язык переводят. И в России такие, гений просто вообще, и уникальный контент делаешь. Даже если вдруг этот рилс, и кто-то увидел, то они скажут, о, прикольно, я его уже видел, классная идея. Никогда не будет у человека мысли, а, так это что он там переснял того, потому что вот это, никто не будет так мыслить никогда. И это надо тоже откинуть в своей голове. И вот у меня, да, все 100 кейсов почему стрельнули, потому что я, например, вот на арабском рынке я вообще себя Роналдо чувствовал, который в Альнассер перешел. У меня такая легкая лига, да, нет конкуренции, я беру сейчас работать на России, переснимаю там, у меня каждый рилс 20 миллионов, 15, 50, 30. Я когда сидел, общался с компанией Ламборгини, говорю, ребят, идите, я вам за два дня с нему, ну, сделаю так, что на аккаунте будет там 100 тысяч подписчиков. Они такие, невозможно, я говорю, вообще невозможно. У меня Volkswagen в Москве, знаете, что снимал? Возможно, все, условно. Я взял все идеи Volkswagen, типа, переделать под Ламборгини, типа, и у Ламборгини все полетело классно, типа. Они такие, этот белый тотально шарит за контент, типа. О боже, ребята, это был первый день, сейчас такое chill-out, закрытие. Но этих людей просто не остановить, это безумие. Я им говорю, все, поснимали, у вас уже тонны контента, все, завтра будет больше еще, просто. Они просто не могут остановиться. Просто 40, 50, 30, 20 лет, все, вне зависимости от возрастов, все продолжают снимать, это безумие. Дорогие друзья, Бодру, Рилс-Ройс, первый день, поехали. Итак, друзья, день второй, нон-стоп снимаем контент. Ну, даже я, знаете, я думал, ну, у меня уже столько уже всего, у меня просто там терабайты этого контента. И каждый раз, когда я вижу деньги, когда я вижу вот такую офигенную локацию, когда я вижу классных девушек, я думаю, как это можно не снять? Это же просто невероятно классно. И здесь очень круто, вот что важно понять. Вот эта штука, за ней охотятся 8 миллиардов людей каждый день на планете. И поэтому она привлекает супер внимание. И что бы я ни делал с ней, вот я, например, вот так вот делаю, вот это сразу уже привлекает внимание. А когда ты снимаешь контент, то есть ты можешь снять контент, и тебя, например, снимает 4 человека параллельно, вот посмотри вокруг, покажи. Здесь вот, сейчас снимает 3 человека это. И это означает, что у меня есть 3 разных видео с разных ракурсов, одного и того же. А если это снимает 5 камер, и если еще есть разные там девушки, какие-то действия вокруг, да, каждое это уже видео. И это видео можно размножать, то есть смотрите, что вы обычно делаете, да? Вы обычно берете, очень долго готовитесь ради одного видео. А я вообще не готовлюсь и снимаю очень много, на много камер. И в итоге у меня за день может быть 100 видео или 150. Они могут быть, как вам кажется, особо без сценария. Но все, в жизни есть сценарий. Деньги, девушки, часы там какие-то, еще что-то. Это все, это уже готовый сценарий. Можно там добавлять какую-то идею, все. И в итоге получается, что мои видео из-за этого столько и набирают. А, кстати, сейчас я вам покажу. Одна девушка, вот она 18 часов назад создала аккаунт в ТикТоке. И она загрузила туда 5 видео. Вот она. Охренеть. Сейчас, подожди. Сколько? У нее 7 тысяч подписчиков. Видео, которое она снимала, набрало ровно 5 миллионов. Утром, внимание, сегодня было, я смотрела это видео, было 450 тысяч просмотров. Потом, через 20 минут было 600 и сейчас 5 миллионов. Это просто пиздец. Сейчас я покажу суть видео. На самом дорогом курорте Турции миллиардер раздавал деньги всем отдыхающим. Стоп, Леня, большой отдел пахуй, большой отдел пахуй, да. На хуй выбрасывай оттуда все. Но это же гениально. На хуй не. Она зашила в эту очень простую историю. Типа, миллиардер раздает деньги. Все, это принесло огромное. Сейчас огромное количество пабликов, везде эти видео. То есть вот уже все разнесли. И сейчас ее лицо станет популярным. И вот когда так сильная Собчак снималась в Доме-2. Появляется третье видео. Это она снимала массовый контент. Сейчас она, например, сейчас она начнет загонять там, не знаю, про психологию или что угодно. Это все будет смотреть. Потому что ее лицо уже популярное. What are you doing, man? Приехали с Амхат в Эстонии к нам. И я такой, офигеть. Что творят? Ну то есть меня так колбаснуло. Я понял, что я вообще ничего не понимаю. Я такой, так, наверное, что-то у них не то. Я точно не дебил. Я такой, все, разберусь. И разобрался. И как только я разобрался, вот чтобы вы понимали, у меня были какие-то эпизодические роли. Бах, главную роль у Клима Шипенко, который снял Вызов, Холоп, Текст и так далее. Четыре картины назад сыграл у него главную роль. Как поднять миллион, кстати, называется картина. Как эмоции приводят все к единому гармоничному выражению. То есть если я решил разозлиться, я не думаю о том, как у меня ноздри напряжены, губы и так далее. Оно все само по себе. Решил я с вами надменно как-то пообщаться. Голос изменился как-то, да. Ну, типа, все как бы само по себе. Весело, у меня глаза подсветились и так далее. Это все можно делать. И внимание, я говорю не про показывать. Смотрите, это я показываю. Радость. Да? Это радость. Всем привет. Ну, внешне все же соблюдено, все работает. Мы же хотим. Ну, надо, чтобы люди видели, что я рад или злюсь. Вот. Я, понятно, сейчас немножко утрирую, да, но как бы просто у меня не так много времени, поэтому надо показать. Есть принципиальная разница между вот этой злостью. Когда ты стоишь, ты говоришь, я сейчас могу не контролировать, когда я злюсь, если что-либо, там нормальная тема, я могу с какой-нибудь хрень пойти. Я сейчас немножечко себя контролирую. Или вы на самом деле, вы даже можете не улыбаться физически. Ну, то есть, я постараюсь держать улыбку, но когда мне весело, мне просто весело, она сама выходит, понимаете, да? Здесь она есть, здесь ее нет, но это по-другому. И с этим можно работать. Это все видят. И причем у вас еще есть состояние, в котором вы максимально обаятельны. У каждого из нас, любая эмоция, есть интенсивность. Например, радость. Внизу там доброжелательность какая-то, да? Дальше повеселее, дальше там наверху счастье и так далее. Злость. Внизу легкое раздражение. Здесь чуть-чуть побольше подбеживших. Здесь агрессия максимальная. И у каждого из вас есть эмоциональный уровень, в котором вам комфортно. А когда вы в состоянии, вы можете даже молчать. Ну то есть одно дело, смотрите, я молчу вот так вот, говорю что-то и вдруг забыл слова. Ну типа вот такое вот молчание, да? А другое дело, я сейчас буду делать, ну состояние какое-то, да? То есть я зашел и вдруг... По-другому же молчание это звучит, да? А надо говорить. Слова, 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 слова. Надо говорить, надо заполнить паузу. Пауза, 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 пауза. нифига можно не заполнять когда вы работаете состоянием вы можете не заполнять вы можете в кадре там типа и все и она начинает работать захотел их съесть рядом были бедные дети он отдал им все мы его любим он после но все влюбились да есть штука какая которая вас познакомили с ним на одном принципе это приемы есть целая книга про этот прям это все приемы я вам рассказал историю путь героя у серёги чувак какой-то жил там где-то смотри очень сильно мечется с темой вот это возможно все задачи так далее где-то там что-то смоленске еще что-то приехал я могу поехал что-то не получалось прорвался но мне все равно хотелось большего он же банки начали там сделал да но мне хотелось больше не нашло и пошел пробовал еще что-то не получалось какие-то плит еще отчет не получал и потом пошло и каждый раз новые вызовы новые вызовы и мы смотрим за этим героем который уже хочет 150 миллионов просмотров они стоп куда-то туда летит это путь героя итак я юру знаю просто очень давно с бм еще 2016 год до 17 17 года то есть уже шесть лет ну давай расскажи что ты делаешь чем занимаешься и какой запрос у меня есть основной бизнес все тот же производство так он сейчас трансформировался в то что после февраля все компании ушли с комплектующими ну а мы как бы все равно там доставляем это как бы достаточно сейчас тяжело все сложно но как бы достаточно неплохо приносит денег ты расскажи какие ну чтобы ввести в контексте комплектующие для промышленного оборудования все под санкциями все тяжело как бы то есть вы где-то достаете а мы достаем и привозим в россию есть производство у вас заказывает что-то говорят нам надо то насос какой-то или что-то да и вы им закрывать такой old school money old school money прямо он причем сейчас такой достаточно жесткий в плане того что там отправка денег там деньги зависают что-то закрывают ну кучу всего ну интересно сейчас как бы это мало кто делает потом мне захотелось как бы делать какой-то международный бизнес мы открыли агентство недвижимости в дубае в целом мы там продаем не так много но продаем эту историю но тут вопрос не по бизнесу да то есть в плане бизнеса окей мне всегда хотелось знаешь такую популярность высоких просмотров не было очень приятно когда на время тебя там все узнают подходят даже ты бог ты мой я вот там достаточно долго ехал популярности бэма а потом как бы я ушел из бэма и как бы начал там снимали youtube неплохие просмотр были но это никак не трансформироваться надо просто чтобы то что ты делаешь было интересно другим людям а причины этого интереса может быть разные она может быть что они хотят отдохнуть и расслабиться она может быть что они хотят заработать денег например с помощью тебя может быть что они хотят вдохновиться на то чтобы делать что-то и получается что если ты просто начнешь и помогать бесплатно например то ты увидишь насколько это им ценно и полезно потом ты просто поймешь что то что ты помогаешь бесплатно это просто не работает потому что у них результатов нет они бросаются как ты например да ты бросаешься чтобы начинает зажигаешь и потом гаснешь просто потому что человек не уделил свои деньги не уделил свое внимание в том чтобы действительно этим заняться посерьёзно потому что когда заставишься посерьезному ты уделяешь этому времени день они начнут понимать что ты сделал разбор там была какая-то энергия но потом все опять мыть ничего не изменилось и они тогда начнут понимать окей то есть это мне надо все-таки денег туда не заплатить и ты скажешь ребят я готов принять ваши деньги для того чтобы вам помочь то есть ты поймешь что это настолько офигенно и круто что тебе бы хотел чтобы там было внутри человека а 10 или 100 например как здесь сидит потом ты поймешь что тебе нужно больше подписчиков для того чтобы люди больше это увидели и ты начнешь снимать такой контент который будет приносить больше подписчиков то есть понимаешь ты просто типа вот это звено убрал и поэтому тебя шатает и ты начал закончил начал закончил а самое главное звено помочь людям ты из этого убрал потому что нормальные пацаны так не делают ну смотри я же так достаточно долго делал в бэйме не знаю сколько за все время человек 500 точно я наверное разобрал мне какой-то момент показалось знать что я как будто уже работаю в бэйме и я только что-то блин а мне так не нравится это но я люблю свободу ну то есть на кайфе это делать я когда ушел думаю сейчас я буду делать свободно ну что-то не пошло ну то есть прямо знаешь мы прям шли по касателю только вниз ты помогаешь одному человеку потом пятерым потом 10 потом ты понимаешь ты просто не успеваешь придумали интернет короче в этом интернете get курс придумал площадку на которой удобного выгружать уроки чтобы я один раз записал они каждому повторял всем привет меня зовут юрий терехов и мы находимся на релс-ройсе это самое яркое событие этого лета где куча людей хотят сделать себе огромные охваты и уже у многих получилось сделать более 30 миллионов просмотров так хорошо самый большой кайф это лежать на деньгах я уже второй день не могу встать просто лежу и медитирую оперативно дай ит доброта дей в у это просто самое лучшее событие в эти слезы не пошли от счастья так счастлива благодарю просто за то что создали вот это вот все сегодня третий день сегодня мой день рождения мне 36 и мы сейчас идем на яхты у нас такой яхт круиз на по-моему 5 яхт до 5 и потом там дальше только что оборудовали сцену одну смысл за ночь оборудовали огромную сцену и мы возвращаемся и будет я также души невероятно я сейчас там намереваюсь снять видео на 100 миллионов просмотров вот я прям конкретно уже решил что это сделаю я даже знаю какое конкретно вот поэтому погнали да и надо понять что это все это это опять контент опять площадки опять релсы то есть вот все что происходит это уже контент из прикиньте люди ради этого когда фильмы снимают они собирают огромные деньги платят всем там кучу людей одевают какие-то а у нас это просто сама жизнь и мы это просто снимаем и она сама станет за контентом на на сотню миллионов просмотров поехали так смотрите это наша яхта это тоже наше и там еще и там и там и там и там а где она это что-то невероятное я не понимаю это сейчас происходит в реальность или это что просто 5 яхт эти все деньги анар на этой лодке который был просто ниоткуда вообще не понял он как посейдон просто из воды просто появился вообще не понял как это миллиарды просмотров миллиарды просто вот это такого просто не было нигде никогда они было этим и 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 Сегодня был кайф, мы сегодня веселились, получали адреналин, естественный, природный. Мы настолько провели время охуительно, что все эти два дня закрылись пятью часами на яхте. Мы настолько устали, настолько сняли контента, что все, что лучшее произошло сегодня. Мы сейчас на яхте, у нас только что закончился просто невероятный круиз. Мы провели потрясающее время, это день мечты. Просто я его наведитировала, мне кажется, и это фантастически. И сейчас нас ждет концерт Моргенштерна. Это рубрика «То, что вы не должны были увидеть, кто увидели». Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие гости, вот это вечер, а почему нельзя истории снимать, они ж тут, блядь, если и приехали учиться делать. Я просто не понял, но мы сейчас выясним. Сергей Сергеевич, спасибо вам большое, что купили мою жопу сегодня, мне этого не хватает в последнее время, вы все должны большое сказать спасибо Сергею сейчас. А знаете, как он это делал? Он продал вам курс. Это бизнес, сука, это бизнес, учитесь. Цепь на мне, сыт лавы, в сотка тысяч на БГЛВ, на мне еще две подушки, пич продал курс. Следующая песня, следующую песню специально Сергей попросил для вас, для его любимых учеников. Называется она «Постаси». Во-первых, хочу... Посту, хуй! Во-первых, хочу напить за имени Нига за то, что он нас тех тут собрал. Это нихуя себе. Сколько бы я не угорал и не выебывался, если бы вы выбрали этого типа своим наставником, он нихуевые эмоции вам дарит, блядь, смотри. Дост, мужики, за ваши мечты и за нашего именинника. У меня же никогда не было молодости, и стала взрослой, и с мужиком прожила. Я когда вот это все увидела, вот этот движ, драйв, Моркенстерна, тебя, я выйти хотела. Я написала Кате, все, я выхожу. Это не мое, как бы до свидания я пошла, блядь. Я улететь хотела раньше, я же не на яхты, никуда не поехала. Потом я поняла, что это то, что я себе не разрешаю, что это то, от чего я всю жизнь убегаю. И что сейчас пришло то время, чтобы это прожить наконец-то, блядь, я кайфую. В общем-то, ты, конечно, просто мега-хуенный чувак. Я легенду, можно умирать. Ля-ля-ля. Серега, с днём рождения, ебать ты, что устроил, блядь. Да, ребята, единственное, что я хочу вам сказать, это все только благодаря вам. Если бы каждого из вас не было, этого бы не случилось. Я просто повод, Алишер просто повод. Все это сделали мы, это на самом деле так. И я хотел, чтобы вы знали, что это так. Поэтому послопок и сами себе. Спасибо! Суши! Ровная семья! Ровная семья! Что, блядь, вообще было? Ты видел это? Это какой-то пиздец. Это реально было или это мне присоединило? Это реально выпуск на ютюбе? Ребят, если вы лайк не поставите, вам пизда вообще. Вас карма догонит, отвечаю. Просто ни секса, ни денег, ни харизмы, ничего не будет. Поэтому лайк, подписка и комментарий. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok